Музыка Ну а тут у нас такое воздушное аппетитное блюдо Это печенье физе Это уже завершенное блюдо? Нет Так, значит оно должно выглядеть еще прекраснее и аппетитнее Тяжело удержаться и не попробовать, но придется себя остановить Даже меньше, меньше веселье Пожалуйста Вот именно тут держатся судьбы наших кулинаров Они стараются покорить членов жюри и доказать свое звание на лучшего кулинара, повара Расскажите, а что это вы сейчас замешиваете? Из-за мальти Что это? Из-за мальти и красителя И для чего это? Это для декоративной мальти Он же съедобный? Да Из чего он делается еще? Из-за мальти Сделаю вид, что я все поняла Спасибо Таким образом у нас замеряют температуру блюда Она должна соответствовать всем нормам То есть перед тем, как съесть десерт, нужно измерить, какой он температурой Фактически как в живой организме 13,0-13,8 Ну, давайте зачтем температуру, потому что, в принципе, очень близко от рекомендуемой нормы Это горячее блюда А здесь, на этом, вот здесь, там еще 55 Второй, пожалуйста, пирометр для надежности 51,6 Ну, давайте еще сюда 48 56 Давайте еще раз А предпочтительнее какая температура? Должна быть не менее 65 По температуре горячее блюдо, к сожалению, наше не соответствует вообще Чтобы вы понимали, горячее блюдо должно быть температурой не менее 65 градусов Тарелка грязная Вставлять ли можно, скажем, целый элемент? Экспертная жизнь никому не дает поблажек Если это, скажем, предполагается, почему нет? Со временем подачи все в порядке? Да, со временем подачи все в порядке Даже, казалось бы, такое аппетитное блюдо, на наш взгляд, не совсем соответствует определенным нормам По массе, по массе, так скажем, несколько завышено, но даже не эта проблема Проблема в том, что соотношение основного компонента больше, чем гарнира Это была ошибка вчера у одного из конкурсантов, и это ошибка сегодня же То есть у нас превалировать должен основной компонент, он поэтому и называется основной компонент Если есть у кого-то сомнения, мы можем сейчас снять основной компонент и убедиться Соус отсутствует на тарелке Соус есть внутри котлеты, он поэтому делается раньше, и это смачивается, пропитывается котлета соусом То есть здесь соус выступает не как отделочный элемент, а, собственно говоря, входит в рецептуру блюда Соус может подливаться, может наливаться, значит, им может блюдо подаваться, и он может входить в рецептуру Это, в принципе, допускается